Всем привет! С вами Сергей Громенко и мои истории об истории. Крымский хан Гази II Герай считался искусным полководцем и великим поэтом и справедливо пользовался уважением подданных. По призыву Османской империи он в 1594 году совершил поход в Венгрию, где неоднократно побеждал австрийские войска. Но когда в 1596 году Гази II вновь оказался в Венгрии, визир Юсуф Синан Паша убедил султана сместить хана с престола и назначить нового, Фитиха Герая. Впрочем, вскоре визир Синан Паша был отправлен в отставку, а его преемник добился у султана Мехмеда III восстановления Гази II на троне. И вот в конце года в Кефе нынешней Феодосии встретились два хана, Гази II и Фитих, оба султанскими грамотами на руках. И впервые в истории крымского ханства претенденты на престол не сошлись в битве под стенами города, а передали свой спор в суд. Главный кефинский судья Кади Абдуррахман Эфинди изучил оба султанских распоряжения и заключил, что у Фитиха Герая оснований занимать трон больше, потому что его бумага выдана раньше и на ней присутствует личная подпись султана. Однако соперник подал апелляцию в главную судебную инстанцию полуострова, верховному муфтию Крыма Азаки Эфинди. И тот постановил, поскольку на грамоте Гази II присутствовала личная тугра Мехмеда III, служащая знаком власти османских султанов, именно этот документ имеет высшую юридическую силу. Слово муфтия было законом и Фитих Герай принял свою отставку, а Гази II вновь занял ханский престол. В этот раз пролитие чернил спасло Крым от пролития крови. Продолжение следует...